Всем привет дорогие друзья и с вами продолжаем с вами играть в Волкодоиц Значит мы ездим по прежнему на такой вот прикольной штуке И сегодня будем идти и разыскивать себе голову плавильщиков Для этого надо найти место где эти плавильщики обитают И через 5 минут еще будет извержение, поэтому... Поэтому не знаю В общем я думаю что нам надо погружаться в любом случае А там дальше посмотрим Значит пока мы погружаемся я выдерну вот это Значит перекину из ненужного вот это и вот это Граната у меня есть, пистолет у меня есть, вроде как все у меня есть Ну ладно что ж, поехали Проблема только в том, что броников у меня осталось 3 штуки Поэтому я бы себе еще парочку бы сделал На них нужны медные трубы, медные болты Медные болты, медные трубы Бдыщ, 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 бдыщ Эка, где бронька? На медные болты нужно еще Блин, бронька довольно медленно производится Бдыщ, отлично Значит сейчас мы берем себе еще 2 бронички, чтобы у нас их было 5 И патроны у нас есть Ну что ж, пойдем поищем Значит нам нужна какая-нибудь зона Где мы можем подфармить этих Как их зовут то? Плавильщиков, плавильщиков Можем подфармить плавильщиков Где найти про такую зону я пока не знаю, но мы сейчас посмотрим Да, тут, конечно, с температурными режимами не все очень гладко. А вот и плавильщики. Но 3.50 бессмысленно сейчас на них нападать. Блин, еще и зона довольно большая. И здесь плавильщики. В общем, у нас с одной стороны плавильщики и с другой стороны плавильщики. Ну ладно, мы тогда еще 5 минуточек пособираем всякую вот эту вот эмутатню. Зона неплохая, я думаю, что мы, наверное, в этой зоне и останемся. Потому что если найти здесь точку высадки... Блин, правда ее как-то так найти желательно, чтобы нападали только с одной стороны. Но это уж ладно, это уж выбирать не приходится. Окей. Пока что... Пока что, пока что. Останемся здесь и подождем извержения. А пока мы ждем извержения. Я хочу пойти посмотреть... Знаете, куда? Так, пойти посмотреть вот сюда. Станция переплавки. Что тут у нас в станции переплавки есть? Потому что у нас есть некоторые вещи, которые, в принципе, не нужны. Хотя что за вещи? Медная слитка. Можно старую электростанцию переделать. А, и можно назад переплавить пласть. Ну, короче, все, что угодно можно на самом деле переплавить. Был бы желание. А здесь что мы можем сделать? Здесь мы можем утилизировать всякие кровати и прочее. Давайте пока какую-нибудь переборку сделаем. Нам все равно две минутки надо ждать. Пока мы ждем. Сейчас себе забахаем что-нибудь еще. Постройка. Медная лестница. Люк в медном полу. Медная дверь. Медное окно. Да, и медную лестницу. Люк в медном полу. Но нам нужен еще медный пол. Для этого. А медный пол мы сможем сделать только если сделаем себе этот модуль. По идее. Да? Где-то здесь есть модуль. Вот оно. Базовые конструкции и улучшенные конструкции. Но на него нужны данные очистки. А данных очисток у нас опять нет. Если мы даже захотим это сделать, с производством будут проблемы. Режим запас. Режим запас. Режим запас. Режим запас. Режим запас. Имеет смысл нам вообще что-то переплавлять в режиме запас? Ну, в общем... Скорее всего, да. Но если мы что-то захотим делать нормальное, то нам эти головы строители, да, головы плавильщика и прочую другую муть, надо будет на постоянной основе переплавлять. Ладно, пока не будем. Мы их не добываем настолько ловко, чтобы... Чтобы этим заниматься. Ладно, минутку еще подождем. И потом пойдем на охоту. Тогда пока мы ждем. Пока мы ждем. Пока мы ждем. Ну, обычные патроны мне точно не нужны. Картечь. Блин, я делать не могу, да? Боеприпасы. Боеприпасы я делать и не могу. Нормальные. То есть у меня из мощных патронов только патрон к револьверу и артиллерийская мина. Все, больше нихрена нет. Ну, такое себе, конечно. Давай тогда сделаем еще себе немножко мин. Железные трубы и черный порох. А сколько у меня серы вообще? Мне ее, кстати говоря, не так, что и много. Мне бы неплохо еще серы поискать. А то нам скоро стрелять будет нечем. Бомбануло. Отлично. Бомбануло. Теперь надо... Теперь надо найти, где тут будут эти товарищи. Интересно, если мы здесь просто вылезем... Ну-ка, дай-ка я попробую здесь просто вылезти. Мы не сдохнем, я надеюсь? И не сдохнем, фу. А то если слишком рано вылезти, можно, скорее всего, поиметь проблем. Чуть-чуть. Так, мне нужно, чтобы где-то здесь... Вместе со мной появились шестереночные. Чтоб мы могли на них напасть. Ну, я, походу, здесь один. Да. В этом регионе никто появляться не хочет больше. Проблема. Совсем проблема. Ладно, тогда погружаемся на днище. В таком случае. Погружаемся. А, вон они. Вон они вылезли. Все, назад. На, распогружаемся. Распогружаемся. Я там увидел ребятчик, которых нам как раз надо сейчас будет зафармить. Вон они. Нужны как раз вот эти вот шестереночками. И там с шестереночками. И там с шестереночками. Что-то их многовато. И там с шестереночками. И там с шестереночками. И там с шестереночками. То есть у нас узел, который будет отбиваться, это, блин, вот этот. Но это не очень хороший узел. Да, это вообще не хороший узел, чтобы отбиваться. Блин, плохо. А что-то у вас многовато там идем, нет? Пацаны. Откуда у вас так много? Ну-ка, дайте-ка протестируем. Нормально будет или говно? Говно. Потому что гранатометчики Гранатометчики наделают здесь делов. Так, нет, нам тогда не надо. В принципе, эти бошки нам тоже нужны. Но кораблик надо отсюда... Да, отсюда надо его убирать. Так, кораблик у нас уходит под землю. Потому что я не готов потом его чинить полжизни. Этот сраный кораблик. Мы лучше сходим туда пешочком. Пусть они нападают на меня. Хрен с ними. По крайней мере, не придется потом бегать и искать запчасти для корабля. Хотя, конечно, то, что мне будут сейчас хреначить спину, мне вообще не нравится. Хреначить спину мне неизбежно будут. Хотя, если мы вот откуда-то отсюда зайдем, то, наверное, не будут. Ну-ка, едь сюда! Э! Бойцы! Невидимого фронта. Хорош. Неплохо получилось. А куда это они? Куда это вы? А! Ну и куда? Не попал. Так, мне надо зайти с какой-то одной стороны, чтобы они все подходили. Например, вот отсюда. Не, ну это, конечно, очень дорого так стрелять. Да, с револьвера их поди еще убей. Не, ну револьвер неплохо. Останавливающие действия у него вполне себе. Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Это нахрен. Это мы возьмем. Блин, головы падают. Они вообще не падают с него, слушай. Блин, головы падают очень плохо. Ну, нам захватывать это судно не надо. Нам надо его... Как раз наоборот. Пусть они лучше оттуда выходят. Ладно, же пойми, они убили. Да, ну не знаю, сколько я здесь продержусь. Не, так, это что-то мне не нравится вообще. Слишком много. На, забирай назад. Блин, и здесь нихрена нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, секундочку. Я готов с вами повоевать. Бух. Ну, только не в таком, блин, численном превосходстве. Вообще-то и один здесь. Не, ну с револьвера их можно убивать. Причем вполне нормально. Потому что у них довольно большой разброс. И в целом, перед тем, как они подойдут близко, можно успеть наделать делов. Правда, после того, как они близко подойдут, уже так весело с ними не посражаешься. Ладно. Это мы заберем. Это мы заберем. Это мы заберем. Это мы не заберем. Это мы заберем. что так плохо падают головы. Ой, одну только нашли. Маловато будет. Ладно, надо вот туда бомбануть. Да что ж такое-то. Класс. Отлично. Ну, заходить туда, мне кажется, плохая мысль. Тем более, что них ни хрена не падает еще. А, синие пришли и ушли. Короче, они меня не нашли здесь. Ну, зашибись, ладно. Значит, синие в нашем замесе не участвуют. Проблема в том, что... Что-то и красные особо не участвуют. Мне нужны, блин, головы. И мы нашли только одну. Ага, вон еще вышли. Ну, подождем. Еще один. Куда это они? Да, довольно бронированные, ребята. Их так просто не взять. Этого головы нет. Это вот то, что клоптика. Да. И что мне с вами делать? Ну, вот это хорошо. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. О, терный порошок давай возьмем. Вообще, здесь внутри лучше не тусоваться. Потому что у них дробовики и пулеметы. Если они меня там зажмут, то мало не покажется. Не, ну, на дальнем расстоянии, в принципе, нормально. Единственное, может быть, надо как-то немножко по-другому решить вопрос. Ну, потому что их там же многовато. О. Другое дело. Можно еще куда-нибудь... Эй-эй-эй-эй-эй. Можно еще, конечно, куда-нибудь бомб... Не, ну так дорого стрелять. Очень. Где мой дробаш? Бронебойные пули. Это нахрен. Так, что у нас тут еще? Блин, здесь тоже ничего хорошего. Да что ж такое-то? Блин, я эти головы буду собирать пятилетку. А-а-а-а, бежать, бежать. Дай мне. Дробовика обычными патронами... Это не... Это вообще... Это забей просто. Куда побежал? Блин, мне это броню переодеть. Так, а что-то переодеть броню. Мне нужна передышка. По-моему, этот товарищ побежал лечиться. У меня такое подозрение. Ну и чего? Ничего не упало. Ничего не упало. Обычные бронебойные патроны. Блин, я эти головы плавильщика охренею собирать. О, нашел. А еще мне нужны башки шахтера две. Которые еще где-то надо, блин, тоже найти. Плавильщика, плавильщика. Ну ладно, допустим, мы... Я же не буду захватывать эту штуку. Ну, не буду. Я уже решил, что не буду, значит, не буду. Теперь нам надо дойти тогда до нашего основного хаба. Только его сначала позвать. Так, хаб, выходи. 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 Сваливай, что ли? Ну и сваливай. Не очень-то и хотелось. Потому что нам надо дойти до нашего хаба. Кстати, где он? Вчера на похородах Черненко. Кстати, где он? Голова шахтера. Блин, голову шахтера надо искать тогда где-то на этаже выше. Можно, в принципе, с нашим вооружением новым куда-нибудь высадиться, и шахтеры придут к нам сами. Текс. Сейчас выгружаем всю муть, которую мы с вами нашли. И подобрали. И вот это, и вот это. А что я без патронов? Я его на последних патронах, что ли, застрелил? Слушай, реально я без патронов. Что-то тут не так. Патроны к револьверу я вижу. А где патроны, которым я... Так, вот они, жаканы. Жаканы есть. А где обычные патроны к револьверу? Мощные, вернее. Два патрона я вижу. То ли я их случайно высыпал, то ли, блин, хрен его знает. Так, надо произвести тогда еще штук 60 патронов. Для начала, пока я об этом помню. И что там у меня... Боеприпасами тоже все не очень здорово. И немножечко мин. Так, сплавильня. Гранаты, кстати, тоже можно взять. Хотя они не настолько эффективны, но... Это мы возьмем. Нет, патроны к револьверу, это здорово. Где мощные? Вот, мощные патроны к револьверу. Так, 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 что еще? Жаканы у нас есть, конечно. Но, наверное, надо еще вот так вот взять. Вот. Норм. Теперь, что там нам надо сделать-то? Найдите части Корундового Бура. А где я должен это найти? Простите. Найдите, говорит, части Корундового Бура. Ну, ладно. Так, части Корундового Бура. Вообще-то я их где-то уже находил, эти самые части Корундового Бура, когда мы расхреначили вражеский корабль третьего уровня. Я готов поспорить, что там как раз был Корундовый Бур, не? Извержение у нас 10 минут. Ну, ладно. Пускаемся вниз. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Галючек, галючек. Нам не нужны, ребята. Тут же они заняли наше место, сволочи. Железо. Крепленного корпуса. Блин, ну, чтобы найти части Корундового Бура, видимо, придется еще кого-то бомбануть. Не иначе. Опасно. Опасно такие маневры делать. Конечно, можно сюда высадиться где-нибудь. Еще раз на них напасть. Но я за 8 минут, скорее всего, просто тупо не успею. То есть маловероятно, что я сумею за 8 минут сделать такую манипуляцию. Так, ладно. А что же тогда нам сделать-то с вами? Что же нам сделать? Еще пару-тройку комплектов брони, наверное, не помешает сделать. Еще там она медных болтов и медных труб. Почему я не могу? Потому что у меня медного слитка нет. У меня медь закончилась. Да ну нахрен. А реально, смотри, у меня медь закончилась. Ну ладно, тогда... Все решилось само, так сказать. Мне только надо теперь как-то найти, как отсюда уйти. Потому что это все мрачный лабиринт. Это прекрасно. Но мне надо... Тоннели. Так, тоннель между уровнями 1 и 2. Ну вот, тоннель между уровнями 1 и 2 находится вот здесь. Вот как раз нам надо тогда на уровень 1. И пойти пособирать там медь. Потому что у нас классных ресурсов много. А не классных, как выяснилось, нихрена нету. Это у нас же тоннель 1. Да, это у нас тоннель 1. А вот у нас поверхность. Ладно, тогда давай немножечко поездим, подфармимся. В принципе, правда, в основном железная руда везде. Медь что-то нет вообще, что ли? Не, ну медь тоже где-то должна быть. Не может быть. Ну вообще пока одно железо. Надо будет разобраться с переплавкой. Время, одно железо. Да что ж такое-то? Где медь? Ёж твою медь. Походу придется на поверхность несть. Искать её. Не-не-не-не-не-не-не. Это плохая мысль. Пойти искать одну запчасть, чтобы уничтожить весь корабль. Мысль такая себе. В принципе, мы можем напасться на какую-нибудь вот такую вот фиговину и попробовать. А тут медь забрать? За 6 минут я не уверен, что мы получится. Но здесь, блин, реально одно железо. Так, а где в этой зоне? Где в этой зоне? Блин, это всё туннели между уровнями. И здесь железо. Твою дивизию. Где, блин, медь? Блин, медь всегда был дохрена. Какой-то прикол или что это такое? Кристаллы нет. Подожди. Но это туннели один. Блин, ну туннели один. Выше, чем туннели один, только поверхность. Зона добычи технологий. Серная шахта. А медная есть? Медная шахта. Медная шахта. Вон она. То есть, мне надо... Хрен знает куда влево. Ну ладно. Поехали тогда хрен знает куда влево. Здесь проеду, я надеюсь. Раз на то пошло, попробуем пройти куда-то вот туда. И найти там медную шахту. Здесь вообще можно проехать? Здесь проехать нельзя. Чтобы ее найти, эту медную шахту. Ну, лучше тогда вот так вот поверх. Потому что поверху мы еще не ходили. Заодно посмотрим, что там. Тык-тырык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Поверху-поверху. Ладно, вас мы трогать и не будем. Можете жить пока что. Потому что останавливаться смысла никакого. Наверное, когда-нибудь мы сможем... О, здесь вообще какая-то температура адская, походу. Судя по вот этой вот оранжевой штуке. Ну ладно. Забираем кристаллы. Забираем уголек. Уголек забираем. Да, здесь прям... Явно блоки на пароход стоят. То есть когда-то потом они, наверное, сработают. Когда у меня будет определенный грейд корпуса. Ну и везде-то около ломжелеза. Карта-то гораздо больше оказалась, чем я думал о ней изначально. Туда мы не полезем. Потому что мы оттуда, скорее всего, не вылезем. Насчет вот этого тоже непонятно. Туда, скорее всего, тоже не стоит. Ну и такое ощущение, что к этой медной шахте мы можем пробраться только одним путем. Так, а из поверхности посмотрите. Где мы еще находимся? Угольный порт, угольная шахта, пустой склад. Там непонятно что. То есть отсюда вообще понятия не имеешь, что там находится сверху. Кристаллы. Кристаллы нам тоже не нужны. Часть и гусениц. Извержение прячьтесь. А может быть извержение даст нам немножечко меди. Я даже не знаю. Блин, реально один уголь кругом. Вот уж не думал, что с чем с чем. А у нас будут проблемы с медью. Блин, ну много места. Прямо реально до хрена места. А есть еще тоннели три, в которых я даже не был. Я даже не представляю, что там. В этих тоннелях три. Залежи кристаллов. Зона месторождения. Подлодка. А можно подлодку на метр забрать? Блин, ну походу придется вниз колупаться к этой самой комедной шахте. Потому что как туда по-другому попасть и не ясно. Главное случайно не нажать на всплывание. Потому что начнем всплывать, и нам кают. Сразу. Так, а вот у нас мостик-переход. Возможно, когда я перейду этот мостик в обратном направлении, то мы что-то сразу получим. Типа, например... А вот и лом меди. Понятно. Значит, шаг. Карта у нас делится на две части. И вся медь сосредоточена здесь. Окей. Ну, подфармимся. И сера, кстати говоря. Которая у меня тоже мало осталась. Ту-ру-ту-му. Извержение. Прячьтесь. Прячемся. А вот и медь пошла. Понятно. Короче говоря, мостик. Мостик наше все. Вот еще медная руда. Все отлично. Вообще-то, конечно, некоторая недоработка, что медная руда не встречается в этих. Но оно с одной стороны понятно, с другой стороны на самом деле не очень. 7Х медная руда. Да, вот, во всем. Медная руда прям поперла. Ну, отлично. Вот, тут с медной руда вообще полный порядок. Ну, и прекрасно. Сейчас мы тогда себе медный и серый наберем заодно. Ну, были переплавки. Тоже нужен, естественно. Естественно, нужен конвертер. Ну, не знаю насчет конвертеров. Конвертер, наверное, не сильно. И мы, получается, обходим карту с другой стороны. Ну, давайте сверху пойдем, посмотрим, что там. Еще медная руда. Конвертер. Сломанный научный модуль. Это нам не надо. Но мы все равно это возьмем, и потом будем переплавлять в что-нибудь более полезное. Уголечек, уголечек. Уголечек. К ней. Ну, давайте сходим тогда в безопасные земли. И зафармим все медную шахту. И заодно поднимемся наверх. Так, здесь у меня все произвелось. Здесь у меня все произвелось. А именно детали медной брони у меня там должны были произвестись. Конечно, я бы хотел какую-нибудь броньку по... Да, это, конечно, не очень. Какую-нибудь броньку посерьезнее хотелось бы. А не вот эту вот. Пока мы там уходим на поверхность, я хотел посмотреть на предмет, знаете, чего? Нет, все не то. Не, ну вот это вот медные слитки превращать, это вообще кощунство. А лом у меня, по-моему, и так превращается. Если, конечно, посмотрю, но, по-моему, да, или нет. Или это лом железа? А, это лом железа у нас превращается. Вообще, на самом деле, его надо отсюда убрать, и весь лом надо превращать бесконечно просто. То есть надо поставить еще один хаб производственный. Это тут надо вообще убрать полностью. Это надо убрать полностью. Потом надо будет сходить сюда, поставить еще одно устройство производственного хаба. Это же производство у нас, правильно? Да, должно быть производство. Или не производство. Подожди, это не производство, это очистка. Да, это хаб очистки. Чуть было не сделал ни ту непонятную вещь. Так, хаб очистки. Давай. Да и хаб науки, кстати говоря, наверное, тоже было бы неплохо. Хаб лома. Хаб очистки. Хаб лом и хаб науки. Ну-ка, дай-ка мы все три хаба произведем. Представить мы их сейчас не будем. Мы их настроим в следующей серии. Но вообще, они здесь прям напрашиваются. То есть, у нас здесь хабы, которые отвечают за одно. А здесь, по другой части, можем поставить хабы, отвечающие как раз за всякие вот эти вот прикольные штучки. В плане автоматизации. Сейчас мы их отсюда возьмем. Хаб этот, хаб этот и хаб этот. Ну и в следующей серии тогда мы их поставим. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.